здравствуйте друзья еду домой вопросик на посошок так вот значит как правильнее эффективнее всего изучать технический английский в узкой сфере например айти технический в узкой сфере мне кажется о тут концепция сначала нужно эту тему хорошо знать на русском а после уже изучать на английском чтобы уметь читать общаться и писать на техническом язык кев наверное так но там часто встречаются такие словарные обороты что очень сложно понять смысл и перевести предложение если переводить естественно если переводить дословно слова то получается непонятно что но так и не только в техническом английском но даже если переводить по смыслу то все равно часто очень непонятно что имеется в виду так как используются разные словарные обороты возможно жаргоны которые используются в официальной литературе ой господи да как бы вы посоветовали лучше изучать английский в технической узкой сфере все расскажу ничего не утаю а уж пригодится вам или нет я не отвечаю вспоминаю я друзья читая это письмо как изучал средней школе а потом уже в институте связи изучал я немецкий язык и так мне даже нравилось и как-то там было стихотворение какое-то мне попалось я уже не помню наверное это уже не было связано с программой просто где-то мне попалось стихотворение гейны и я значит долго с ним бился потому что вроде бы каждое слово понятно а что вместе нет и и был у меня в те годы значит одноклассник приятель из очень филологической семьи вот если вы знаете словарь и ожигов тот вот ожигов от его папа а мама тоже по этой части очень известный человек там я не помню академик член корну такого плана в общем лёша и вот этот лёша значит я могу его смотри гуляшь как странно вот вроде все слова это но понимаю а вместе не складывается я бы что-то вот с немецким языком на на не то он на меня так удивленно посмотрел бегать миша а ты почитай русскую поэзию и ты увидишь то же самое это просто понимаешь она не должна вот так вот как ты думаешь вот так раскладываться на простые составляющие вот и я потому что он таки прав действительно часто бывает читаешь и вроде все слова понятные на родном языке думаешь а к чему бы это он вот значит а к чему рассказывать в письме в этом автор задает на самом деле немножко другой вопрос чем может показаться его интересует чтение литературы на иностранном языке он даже не спрашивает про говорение на языке а он вот фактически про перевод то есть ему нужно перевести он читает какой-то текст допустим по айти но это неважно айти не айти да в какой-то узкой профессиональной области и вот не может его понять из моего опыта такого печального в этой области могу сказать что когда я только приехал в соединенные штаты в книжке у меня описано эта ситуация была у меня был приятель с которым мы вместе работали в кабы в институте связи учились в одной группе и он мне говорит миша не зам не морочь себе голову не надо тебе ничего такого там придумывать вот ты должен работать разработчиком там электронной аппаратуры вот как ты был вот когда-то в цкб вот так и вот и будь значит это востребованная профессия платит хорошо там перспективы вот тебе книжка сказал он вот тебе книжка по электронике поскольку ты не знаешь элементной базы ты не знаешь как она называется вообще терминологии не но ничего не знаешь и я конечно более-менее понимал о чем речь поскольку когда-то вот примерно этим занимался то есть не то чтобы содержание мне было непонятно то есть это вот тот метод который нам тут товарищ предлагает он говорит что вот надо читать то чего ты понимаешь тогда тебе будет легче понимать вот как бы какой-то барьер преодолевать и что же вам сказать то первую страницу я читал три дня но я как читал я выписывал каждое слово выписывал его там на карточку с обратной стороны карточки я писал как это слово звучит в транскрипции вот да словаре транскрипция сейчас можно пойти послушать а тогда вот только транскрипции было значит вот транскрипцию значит там еще бывает несколько значений если бы только одно знать вот который вот сейчас нужно а то что в несколько и ты должен сообразить какой из этих нескольких более-менее подходит тоже не так просто знаете по словарикам то очень очень непросто что еще первую страницу три дня читал следующие три дня я читал страницы 3 или может быть даже и 4 каждое слово выписывал слова все зазубривал то есть какое-то время уделял тому чтобы их зазубрить и после вот этого дальше я читал примерно как бы как по-русски то есть я я ловил себя на том что в какой-то момент уже даже и не не мог сказать на каком языке написано то есть я не не заострялся на языке но в этом прелесть технической литературы состоит потому что там нет много языка там есть просто техническая терминология если ты терминологию подхватил то кроме терминологии там почти ничего нет но есть конечно общеупотребительные там какие-то глаголы которые ты понимаешь там какие-то да там даже времен то особо нет вот эти вот в живой речи то может быть там сколько-то времен особенно если люди образованные там так завернут иногда думаешь вообще здесь ничего такого я помню когда-то мы делали класс по английскому для тех кто у нас учится в портал компьютерскую и я поставил задачу педагогу чтобы вот книжка по тестированию там книга камера вот у тебя есть 10 занятий вот они должны в конце читать эту книжку свободно сказал я ей вот вот и я показал как бы я это делал с точки зрения методики естественно грамматику я вообще все это не брал это совершенно бесполезно как бы для наших целей вещи много времени на него нужно а хотя она выкрыла там себе урок значит но она когда эту книжку прочитала ну почитала там какое-то время и она мне сказал миша скалана это вообще не английский ягод какой есть вот этот не английский мы должны понимать наши студенты должны понимать значит любая книжка по айти с точки зрения человека который преподает английский это не английский потому что 90 процентов того на что у них все силы душевные уходят и время уходят чтобы человек научился с этим работать там этого нет ну эти ничего проще чем вот это вот нет и впоследствии мне приходилось читать книжки по английски на непонятные мне темы которых я не знал ну допустим когда стал тестированием заниматься значит мне нужно было читать книжки там по графическому интерфейсу надо было читать книжки по там я не знаю ну буквально там написанию там скажем help а какой-то было инструментом робо help назывался вот я изучал его документацию еще что-то техническую документацию по разным продуктам софтфорным я читал нет не знаю что они себя представляют но пытаясь понять и это все тоже довольно несложно то есть в какой-то момент овладев каким-то относительно небольшим относительно небольшим запасом словарным грамматическим пониманием языка и так далее ты можешь спокойно читать абсолютно незнакомые вещи ты уже не ищешь вот этой легкости как вот допустим когда читаешь что-то знаком тебе же без разницы это довольно быстро наступает да есть некоторая вещь которую я лично очень советую это когда ты пользуешься словарем мой совет состоит в том чтобы несмотря на некоторое неудобство пользования англо-английским словарем тем не менее пользоваться англо-английским словарем что это значит вот вы можете пойти в русский словарь русско-английский или там англо-русский да англо-русский посмотреть как по-русски вот это слово но еще будет лучше если вы на английском прочтете смысл этого слова вот это это еще круче теперь есть еще один элемент который я использовал в других целях абсолютно но очень сильно помогает то есть когда-то мне нужно было для я боюсь соврать то ли кандидатский минимум то ли где-то еще я не помню мне нужно было там перевести сколько-то тысяч немецких текстов и я пошел библиотеку есть в москве такая она называлась государственная публичная научно-техническая библиотека и там есть каталог с переводами и я пошел нашел из немецких журналов взял какие-то переводы и заказал и перевод а к нему уже и сам журнал то есть сначала видел что переведено а потом к нему заказал сам журнал и у меня было на руках одновременно и перевод технический на русский язык и оригинал на немецком языке и я хочу сказать что никогда в жизни я не получал такого удовольствия и никогда в жизни с такой легкостью не подхватывал язык когда прорабатывал все эти тексты то есть я не мог пойти там на на сдачу этих тысяч не подготовлено поэтому я потом сел и подготовился я мог с листа с любого места там сразу это по-русски рассказывать с немецкого текста но просто я к чему говорю что это было с точки зрения вот дидактической такой да это было невероятно эффективно вот так что такой может быть совет небольшой в американской жизни или скажем так в целом в изучении английского у меня такого не было у меня и времени на это не было и как бы так вот да вопрос тут пытаюсь еще слабарные обороты понимаете история еще в чем тут тонкость значит даже когда мы занимаемся техническим переводом а речь в общем-то об этом идет то есть мы не переводим на русский но мы хотя бы чтоб мы понимали до чтением технического текста безусловно тому цеть эдакие обороты и с этим ничего абсолютно нельзя поделать вот вот да они есть эти обороты вы их либо знаете либо вы их не знаете так же как сленг например вы можете читать и вроде каждое слово понятно там здрасте я ваша тетя пойти но думаю так это тетя или не тетя или что произошло да или там скатертью дорога что это значит дорога дорога гладкая и и чего эти то есть есть как какая-то идиоматика значит есть какие-то выражения из несколько там фразы и и ничего не ты не можешь сделать надо знать до переводить по смыслу конечно если вы хорошо знаете предметную область очень хорошо знаете предметную область и попадается вот такой блок такой модуль который как бы и не понятно о чем но с другой стороны вроде бы из общего контекста понятно но понимаете как если это техническая вещь это одно но если это языковая какая-то конструкция или опять языковая идиоматика то вам понимание технического текста не поможет это все-таки язык и его надо учить как язык знаете поэтому что вот можно сказать можно спросить у кого-то вот можете пойти там как на форум можете погуглить потому что в принципе всякие там фразы обороты какие-то устойчивые словосочетания они же присутствуют там возьмите в кавычки double quotes и погуглите на вот это точное совпадение вот может быть чуть найдется я я и сейчас иногда вот что такое делаю потому что иногда хочется дословно понимать что там происходит и какое-то вот чтобы что-то упираешься и уже не можешь оставить его там где она есть хочется докопаться значит вот когда я это сказал я хочу еще одну вещь сказать которую я уже сказал так как бы не явно дело в том что когда вы читаете технический текст для себя читаете вам на самом деле не нужно его понимать абсолютно дословно 90 процентов из того что вы читаете вам достаточно более-менее его понимать как слова какой-то не знаешь ничего страшного там пару слов не знаешь да бог с ним то есть там из контекста очень многое ясно но бывает что ты упираешься во что-то и тогда ты идешь уже смотришь там его более конкретно то есть к чему я говорю что нет такой задачи каждое слово понимать хотя вот еще раз я я через это проходил свое время то есть я каждое слово выписывал заучивал там и так далее но дальше выясняется что значительная часть этой работы она потом выяснять что она не такая уже важная и нужная потому что какие-то вещи просто они ушли и ушли и бог с ним вот и они не существенны даже вот художественную литературу если будете читать вы можете получать удовольствие от художественной литературы даже если там какое-то слово было непонятно вы можете на русском языке чего-нибудь не сразу понять там я не знаю толстого или того тургенева этим я уж не говорю там про авторов более ранних ну ничего страшного ну в целом нормально читается мы мы не очень с вами знаем реалии двадцатых годов российские но мы читаем золотого теленка там мы читаем я не знаю зощенко но ничего страшного вот хотя вроде и на родном языке но тоже какие-то вещи могут быть непонятны вот а то что вот сейчас вот наши дети внуки давно внуки вот когда пытаются это читать или там ну читают вот то такой же лучше на иностранном языке читали хватит для них это не намного лучше если не намного яснее да кроме того значит я возвращаюсь к теме все-таки даже если вас интересует чтение литературы технической понятно что где-то там документацию где-то на google или там книжку купили и так далее это очень важно чтение понимание но не менее важно на самом деле если вы работаете где-то в индустрии собираетесь работать понимание на слух как другие люди это говорят поэтому я бы тратил время в частности на то ну не немножко времени но сколько-то времени на то чтобы пойти там скажем на youtube и порыться в той тематике технической которая вас интересует и послушать людей как они говорят на английском можете субтитры включить если там это будет эффективно иногда бывает эффективно бывает что и нет и послушать как они говорят и таких американцев послушать и то же самое вот как народ из индии например говорит да потому что вы когда начнете работать то велики шансы что вам придется и с рекрутерами и сотрудниками на работе разговаривать там многое народу из индии зависит от того места где вы в сша находитесь но тем не менее поэтому если уж мы так об узко специальном но я в целом хочу приободрить и обнадежить и сказать что конечно во много во много раз проще на маленьком лексическом материале изучать разбираться вникать получить какую-то уверенность в том что ты делаешь и так далее это не неизмеримо легче чем если вы стали там шекспира читать давайте вот тогда бы вы уперлись и в исторические какие-то аспекты и в богатство литературное там очень много там лексических единиц там слов и так далее это это было бы намного намного тяжелее поэтому ничего проще нет чем вот такое читать так что желаю успехов и получить удовольствие тоже вот не просто там научиться с удовольствием вот это тоже очень важно счастливо 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 счастливо